Настя Андрианова, первокурсница президентской академии, поступила на юридический, хотя даже не думала о такой возможности. Училась на логиста в автотранспортном колледже, уже писала диплом, когда узнала об образовательном сертификате. Ее отец участвует в спецоперации, девушка воспользовалась этой мерой поддержки. По логистике мы изучали законы только дорожные, а вообще хотелось бы узнать законы вообще в принципе, чтобы себя защитить, чтобы родных защищать. Ну как бы вообще в принципе, если совместить логистику и какие-то законы, это соответственно и зарплата больше, и как бы ты востребований уже не только по одной профессии из колледжа, а уже по двум профессиям. Бюджетных мест было всего восемь, конкурс высоким. Не пройдя на бюджет, Настя заключила коммерческий договор. Обучение будет оплачено из областной казны. Наш регион единственный, где действует такая мера поддержки. Она была принята по инициативе губернатора. Но речь идет только о вузах Ивановской области. И эта мера, она имеет и второй социальный смысл поддерживать, безусловно, наши высшие учебные заведения, давать возможность ребятам обучаться здесь и оставаться затем в регионе для того, чтобы быть полезным своему региону. Получить сертификат на ребенка можно хоть сразу после его рождения. Обязательное условие прописка или регистрация в Ивановской области на момент оформления документа. При поступлении в Ивановский вуз регистрация уже не будет важна. Отметим, что этим летом 20 обладателей таких образовательных сертификатов могли им воспользоваться. Сделали это лишь 12 ребят. Остальные либо не стали поступать, либо смогли пройти на бюджет. Добавим также, что для детей и участников спецоперации действуют и другие меры поддержки. Это, к примеру, льготная оплата детского сада и бесплатное горячее питание в школе вплоть до 11 класса. Татьяна Прокопенко, Максим Шишкин, телекомпания Барс.